Значит, за кистью рук мы с вами посмотрели. Теперь захват выше, за предплечье. Ну, тут будет одна-две, выходит двумя руками. Значит, смотрите, я буду несколько сейчас показывать, а вы потом уже будете смотреть. Или же я вот так работаю, вы видите, вот он взят. Ну, тут могу же показывать. Все это опасно, вы не думайте, что это... Точно так же я хватаю, видите, откуда я его отсюда забрал, и он у меня будет взят. Освобождение. Где он берет, я ему помог отсюда, помог отсюда для того, чтобы его здесь схватить, что угодно. Ему отработать. Вам понятно, да? Понятно. Выше, за плечо. Ну, то же самое, та же самая картина. Я прихватил одной рукой, он у меня взят, и он пойдет. Очень опасно. Поэтому, если кто из вас силой не управляет, травматизм сразу. Вот. Кто хочет попробовать, я могу подойти. Понятно, вперед начали пахнуть. Смотрите, товарищи, выполните то, что вы делаете. То, что вы делаете. Медленно, тихонько. Пожалуйста. Тихонечко. Ну, ты всел. Вы смотрите. Держи меня, Мишенька. Значит, он меня держит. Если я буду что-то выполнять, я не смогу это выполнить. Моя задача, как вот сейчас, товарищ, делал, я прижал руки к себе и шагом я сделал. Но рука у меня ползет вот туда, к вверху. Вот такой винт. Видно? И тогда я потом начну на него двигаться. Сюда выше. То, что мы можем сделать, я опять, раз к себе и опять шагом, шагом. Если мне тяжело по какой-то причине, я могу второй рукой, я должен второй рукой помочь. Ну, я просто, вот, хочется показать, что какая динамика идет. Без всякой. Держи еще. А раз я выполняю раз, я вторую руку помог ему. Это уже чувствую я, когда у меня ограничения в силе. Я вторую могу вытянуть для того, чтобы мне его перекрутить. Понятно вам? А так суть вопроса. Мы показали то, что делали и от палки или кувыров на полу. Продолжаем. Товарищи, ну вам показано. Говорится. Стоять. Стоять. Где вы видели, чтобы я вам вот так говорил? Я же, кажется, вот так показывал вам. Ну, что вот это? Ну, разворачивайся с ногами шагом назад. Ну, это уже другой вопрос. А ты сначала. Сначала идет не то. Еще разок. Стоп, машина. Ты же видишь, где ты берешь. Тебе так будет тяжело. Ты берешь вообще посредине. А ты должен брать вот где. Где пальчики? Где кисть? Покажи. Почти на полметра ты ушел в сторону. Тебе труднее. Я всем показываю. Еще разок сделаю. Ну, крути. Крути. Зачем? Опять. Подержи. Моя задача состоит в чем? Я, значит, руки приподнял. Но у меня рука идет на мой нос. Вертикально. Что я? Рукой я не в состоянии что-то сделать. Если я сейчас начну, я буду ползти к нему. Тут сильная часть. А я ползу сюда. И шагом. Вот он меня что. Вот. Я прокрутил. Теперь я хоть как здесь ударю. Как оттуда ударю. Как отсюда ударю. У меня пойдет он в реместорубку. Разобрались и пошли дальше. Значит, вот вас взяли заново. У вас, если так есть, значит, по мажечку в таком положении. Видите? Точно так же. Сюда. Одновременно сюда. И одновременно сюда. Еще раз. Раз. Под корень носа. Сюда. И сюда. Понятно. Еще раз. Так. Мы только не переградили. Опусти-ка его совсем. Вот так. То есть, теперь вы сюда можете не достичь, но у вас могут руки достать по центру лопатки. Или по седьмому позвонку, или по центру, или по мажечку, или в таком положении. И я через его голову, через шею позвоночник на пятки. Вот так. Вот эти элементы. Покажите. Еще маленькая корректировочка. Вот эта пара на средину. Смотрим. Маленькая корректировочка. Вот смотрите. Как вы за голову убрали, за подбородок. Вот это и покажите. И там опять. Так, не торопясь, только чтобы я видел. Так. Дальше. Стоять. Пары сил нет. Разрешите я на ваше место. Стой. Уйди, уйди, уйди. И стой. Значит, я захватил. Вы видите, моя грудь? Где? Моя грудь на нем. Он чувствует. Видно? А подбородок не сюда, а на себя. Я в подбородок, но я в подбородок тащу его по диагонали. Копуру можно. Конечно. Это у вас коленчатый вал лежит в коренных подшипниках. То есть он у меня коленчатый вал. Еще раз здесь. Он держится. Моя задача, как я только запустил, вот у меня, я представляю, видите, грудью. А подбородок куда же у меня? Продолжение идет по диагонали. Но не в сторону. Продолжаем. Только потихоньку. Я прошу вас. Нам сейчас травма не нужна. Потихонечку все элементы. Нажим. Нажим. Принципы и формы. Такое все одинаковые. Провороты, рычаги, удары. Принципы и формы одинаковые. Кувырки, работа с полом, с предметами, все одинаково. Но внешняя форма их не может меняться. И единственное, что освобождение более дольше по времени. Удар он быстрее по времени. Как и тление, горение, узры. Одно и то же, но коэффициент времени у каждого будет свой. Он бьет. Он бьет, мы получаем. Прежде чем, чтобы мы опять же получить этот удар, мы рассматриваем стойку. Ноги параллельны, согнуты в коленях. Таз, крайнее переднее, крайнее заднее. Посредине его. Как в желоб. Кидаем шарик в желоб. Он и успокоился посередине, вывесился. Так и так. Переднее, заднее. Посередине. Или как всадник на лошади. Позвоночник ровно. Не сюда, не туда. Кстати, палки. Так, когда палку ставим, если она согнута, будет опрокидываться. Прямая, она стоит. Вот и позвоночник. Можете представиться, как вы взяли палку и балансируете. И позвоночник также у вас в балансе находится с вашим тазом. Руки в верхней рамке или в нижней, где вы поставите. Но в этой стойке работать нельзя. Потому что вы отцентрованы. И сдвинуться вы не можете. Только в стоять. Поэтому нам нужно изменить положение. Либо в левосторонней, либо в правосторонней стойке. Опять же, если сильно ровно стоит, то не совсем иноудобно. Поэтому где-то также, относительно изменения положения, мы где-то меняем. Стараемся не клевать. Ну, опять, в зависимости от условий. То есть, сильно не клевать и сильно ровно не стоит. Вот здесь. Сбалансировано. Перемещение стойки. Используем заднюю ногу, чтобы оттолкнуться. Делаем шаг под шаг, шаг под шаг. В обратном. Левым боком. Шаг под шаг. Чтоб левым, чтоб правым. Компенсирует переходы таза, как конденсатор или ресивер. То есть, накопление происходит. И отсюда, как раз уже, мы выдаем нашу работу. Перемещение правым или левым боком за счет свободного низа, незажатого. Мы можем, как вот независимая подвеска в технике, вверх мы выбираем, допустим, на каком-то уровне. Сами себе ставим задачу определили. А низ может как угодно скрыгать, прыгать. Но наверх это не отражает. И при работе эти вещи нам дают, допустим, рука. Какой-то уровень. Неважно какой-то. Мы можем в прямом смысле присаживаться. Или отходить. Или наоборот выбирать свободу и диапазон за счет ног и, соответственно, таза. Избегать уклонов или как зависания, как вчера мы здесь или там, я уж не помню, наклонов и прогибаний, которые наше тело начинает зажимать, не рукой. А стараемся, наоборот, чтобы свобода была. А еще что есть, когда на носочках поднимаются, то есть центр масс поднимается, это не очень хорошо влияет на вашу планету. Я вниз где-то смотрю, чтобы вы могли более плотно стоять на земле, на ногах. Встреча. Вы встретили на скорость не надо спешить. Вчера ребята старались где-то спешить. На тренировке тоже ребята стараются пойти сразу раз и друг другу где-то там отработать. Первое. Почему и семинар, и тренировки получил? Обдумал, что у тебя происходит и как бы ты решал задачу. Потому что есть время на обдумание. Как принимать спирали. Вчера, помню, рисовались ли свечи на палке спиральщиной. Как можно ближе к себе стараемся. Чем ближе, тем возможности влиять больше на него. А чем дальше у него, тем то же самое. Он слабее становится. Хотя не здесь, а на боковые. Когда пуля летит, она сильная. Но боковое воздействие ветра на нее влияет. Поэтому делать поправки. То же самое и здесь. Мы стараемся сделать боковое воздействие. Не отбить, а принять. И где он по касательной, уже где-то стремится уйти. Где вы его также можете переводить. Ну, кому, причем, те крепкие, те, там, конечно, в узел могут завязать. А и силы такой нету. И травмы, и замерзшие руки. Вы схватить не можете. Да и нет смысла. Поэтому используйте встреча. Он ведет. Встреча. Перпендикулярно. Перпендикулярно. Отсюда. Здесь. То есть, вы дали точку, точку. Создали какой-то, ну, хотел не сказать это слово, не скажу, рычаг. И его повернули за счет той формы, которую вы создали. Путем нехватания. А у вас может быть, допустим, или оружие, или нож, огнестрельное, либо такое, которое вам удросить, как бы, и воспользоваться им не может по прямому предназначению, по каким-то причинам. И бросить нет времени. И вы этими моментами, ну, не сегодня. То есть, я его встретил. Встретил. Провернул. То есть, руками вы откручиваете. Схватить, допустим, я его не могу. Ему, кух, сюда. Кух, сюда. Эту руку вытянул. Смотрите, я эту руку опять сюда. И ему так оттянул. Кух. А он где-то, или захлестнул меня сюда. Я ему здесь ее вытащил. Я ее здесь вытащил. Смотрю, я ее даю в сторону, чтобы его отсюда ему... То есть, я его кинул, чтобы его масса пошла туда. Отсюда ему и здесь ее взять. А, вот, кстати, как раз она это тоже вышла. Удары. Не только прямые, боковые, снизу. Общепринятые, которые с детства знают. Прямой, боковой, снизу. А вначале, я говорил, это масса. Масса руки. Масса ноги. Или часть тела, которую мы разгоняем. Он ведет. Это прямой удар. Но мы знаем, что бить можно бить кулаком. Можно бить ребром. Можно ладошкой. От внутренней, наружной. Частью, не частью. Там, локтями, коленями, пяткой, носком, ребром. Стопой где-то. В принципе, по-моему, все такое. Модернизируем его. Чтобы, допустим, нанести удар, прямой невзятно можно наносить кулаком. То есть прямой также можно отсюда. Боковой можно от ребром ладоши. А также отсюда. Снизу. Тух-тух-тух. Локти понятно. Усилить это можно действующий при помощи второй руки. Эта рука ненапряженная. Она инициируется как в освобождении. Две плоские части в повороте образуют угол. И становится широкая. Было плоское, стало широко. Здесь эллипс. Плоская рука. При повороте образуется угол. То есть мы выдавливаем. А за счет свободы, которую мы делаем, мы можем наносить удары. То есть я его отсюда, я его отсюда, я его здесь могу. Теперь не только этой частью вы можете бить, но и отсюда. Не, не то, что именно сюда, а другой частью. То есть там песок может быть. Может быть. То есть я его... То есть вторая рука дает вам возможность это усилить. А вчера мы... Нету. Нету. На бедокуре я хочу. Лавочка, лавочка. Да, вон, любую. Видите, да? А теперь вытащи его и это самое... Так же его вот не уходит. Ну, ладно. Молодой больниц. Хорошо. Я тогда сделаю это за вас. Бухлевать не буду. Я постараюсь как можно... Ну, без всяких ухищений. Хочу проверить. Я беру нож и стараюсь его туда вставить. Есть. Ну, можно отметить, можно не отметить там, как он вошел. Верно. Ну, где-то там... Вот так. Где-то полтора сантиметра, может, чем больше. Ну, в принципе, еще ничего можно будет заменить. И то же самое вы... Посылайте. Здесь больше. Ну, еще можно сделать такой, какой коэффициент на то, что уже пошли поперек волокна. То есть, здесь он бы еще глубже зашел. Почему я вас остановил? Вы ударили поперек, потом кинули вдоль. Вдоль сходит легче, чем поперек. Ну, здесь я чуть-чуть. То есть, при броске, хотя здесь я тоже не мухлевал. То есть, свободно постарался руку расслабить и ее расслабил. А потом, в свободном полете. И второй вдоль, его даже видно по форме. Вот и поперек волокна, много больше. Ускорение. Нужно ускорить. Если ускорить удар, то можно ускорить. Поэтому, когда рассматриваю удар, не надо тихотеть. Не надо напрягаться. А вот эта часть тела, вы ее держите, если вот так вот ножка раздвигает. То есть, вы ее кидаете. А чтобы она не улетела куда-то, улетела куда-то рука. Никуда. Или куда-то, но... Мыл, если я ее раз, я ее проверну. А если он туда дал, ее повернул. Чтобы вернуть на свое место. Почему? Зачастую надо тюк где-то и провернуть, чтобы вернуть себе обратно. Но опять же, не надо сто процентов в это ходить, крутить. Это есть мозг, есть ваше тело, которое вы управляете. Тут надо, тут не надо. Делайте это или нет. Поэтому, я смотрю, я ему бью. Или с близкого расстояния, вы смотрите, нет, ну, как вам ударить. И вы, как раз, чтобы не становиться в какие-то там позы, стойки, вы, с этого положения, у вас как раз, хорошо, они выходят. и на примере ножа, как вы уже видели, то есть нужна свобода. Чем будете более свободны, максимально приближаться к свободе, тем будет у вас хороший результат. А масса уже есть, уже от рождения у вас есть масса. Хоть у ребенка, хоть у взрослого, хоть у старика, есть масса. Теперь эту массу нужно разогнать, то есть все, что касается удара. Когда получается удар, воздействие. Масса на ускорение есть сильная. Ну вот эту, скажем, защиту. Это не для защиты, если он будет, допустим, допустим, тебе так же бьешь. Она, как бы, скажем, немножко не специфичная работа, поэтому, защищаться от этого мы не будем. Хотя, аналогично, что этот, что боковой, они в принципах одни. Ну, получится уже, что мы будем воду еще больше увлажнеть, а маслом, маслом, оно не надо. Это больше, оно как для работы, для атак. Хотя, оно и есть, как и защищаться, неважно. Да, то есть я его где-то отсюда, я здесь его прорывну, сюда. То есть, и видеть, где, в какой момент, вы можете, вот я ему, допустим, раз сюда, потом здесь, а потом, чтобы мне сюда нет смысла воду есть. Потом, перекрываю в основание. То есть, здесь более эффективно и эффектно для работы. Сюда. А потом, я туда, допустим, я чуть уграл, горло открыл. А переходя, уже, допустим, если я его раскрыл, а тут чем не ударить? Нету диапазона. И мы сегодня, перед обедом, вы говорили, а импульс, или волна? А импульс, вы заставляете свое тело со созданием толчок. И когда вы передаете вы передаете импульс в ту или другую часть. То есть, он будет отсюда есть и есть и есть и есть то есть, такой широкий и в свое время ну, будет, что стенка. Будет стенка, да? То есть, это не человек, стенка. Вы становитесь к стенке может, двумя руками, можно подпеть до перемена. Стали к стенке и ну, так, узко, а вот. И себя заставлять этот импульс как его найти? Правая нога. Я с правой ноги в таз, с таза в группу. То есть, по одноименной стороне. Если я беру сюда толкну, с этой, сюда толкну. Касание должно быть плотным. Не делать, чтобы этих не было. плотно здесь, плотно в руке. Толчков не ушли. За счет изгибания не должно быть. Здесь штырь, жесткий штырь. Все остальное свободно. Тогда будет толчок. Если будет согнуто, получится амортизация и перегрузка сустава. Когда вы здесь разгоните, сустав здесь выдало, и плечо выдало, а здесь не готово. И оно будет перегружаться. Либо травма, либо недостаточно эффективно будет. Два варианта. этот выпрямляем, это жесткий штырь. Но не напрягаем, просто вы выключили. И туда толкаем, толкаем. Потом смотрю, ага, я толкаю здесь, а с этой могу толкнуть. С этой ноги передаю сюда. С этой ноги передаю туда. По диагонали левая правая, правая левая. Обе ноги выдают. И перегоняете импульс. Волна кому-то легче понять. Но я говорю импульс. Потому что вы там создали. Разгоняете по телу и выгоняете через ту точку, которую хотите удать. То ли через кисть, то ли через локоть, то ли через плечо вы его толкаете. Либо в эту сторону, либо в эту сторону толкаете. Либо на ногами, которые вы здесь. И ищите способы, возможности выхода этих импульсов или волны. Ну, не хочу это сказать. я уже думаю, понимаете. Ударную зону. То есть в ту зону, то есть в ту часть, в которую вы будете носить удар. Это можно сделать отдельно, отдельным блоком для тренировки в себя лично, либо в группе. Когда вы становитесь, один из элементов можете брать товарища ладонь, свою руку класть на него и максимально толкнуть. Не ударить по ней, потому что она, когда становишься вправо, так и хочется по ней ударить. Нет. Как я говорю, что люфтов не должно быть. Плотно прижать, как бы ее расслабили, аналижи. То есть ее поднимать и нет. И вот с нуля где туда толкнуть. Так же встали, или с правой, или с левой, или с двух. Тут уже абсолютно главное, чтобы вы могли разогнать. Взять ручки туда, без поднятия. Когда останете, внутрь не будет хотеться туда, встали. Оно было только туда. Ни сантиметра, ни миллиметра вверх. Так, и туда. Так, верять обивайте, чтобы оно было не напряжным, а выкидывать. Выдыхали. Прямо можете образно создавать. чтобы разгонять. Как вот плетка. Разгоняете, выдаете, на выдохе туда. Левая там с правой ноги, с левой ноги, с собой, или сверху. Это не важно. Важно, чтобы эти развили себе, почувствовали, как есть. Что-то получается. Чтобы его как бы где-то цеплялся еле-еле на ноге. Я его, да. Такое. А это передоцентрик метания. То есть, там уже ищешь не силу броска, а способ выпустить энергию, которую вы разогнали. энергию не путайте, чтобы сюда бесконтакт не входили. И внутренние это не то. То есть, вы разгоняете насчет свободы. И этот импульс дает возможность ударить. И когда переходя уже к удару, то есть, я его здесь тропал, опять вы смотрите, где, как направиться. Сунгур, он тоже не нужен, поэтому вы не достретились. Ха! Я его здесь. И ты импульс, допустим. То, что мы толкали в руку, я смотрю, допустим, здесь. Вот я принимаю решение, как на моей миссии. Либо в сторону его опрокинуть, либо импульсом толкну, он сейчас отлетел, а я болтаю. То есть, я его толкаю туда, и у него открывается как раз лицо. Либо отсюда, потому что тогда он уже улетел, а я не либо оттолкнул и еще локоть в погонку, создавая, причем локоть не просто, что, как вот локтевые, да, там, удары. Это, как бы, внешняя форма, а внутренняя, локтевой, чтобы вектор удара вышел через вектор кости. Чтобы он не просто вылетел локоть. По кости, по кости, если кость туда, и сюда, по кости, и вылетел туда. А раз оно здесь, оно и здесь дало, и отсюда оно уже. Есть упражнение, которое дает развитие этих моментов. Кистью описываем круг с одной стороны, а локтем описываем круг с другой стороны, через кость по центру предплечья. Да. если поначалу не тяжело это приставить, палец ставим, палку поставили, раз, я локоть туда отдаю бедра. Здесь она, врач, так вперед, так и назад, потом это убираем. У вас здесь и плечи, и бедра, и все как раз убираются. как на одну, так и на другую и дают возможность вам применять и добавить ударную технику к общей предмету. То есть мы ее, как мы тоже не отвергаем, она есть у нашего родителя. Просто бокс ее ну, не скажу, что присвоил. Системотерий. Да, это как бы привилегатива бокса. Каратэ там чуть другая техника. и других. А это, скажем, на базе бокса. Потому что боксом даже нельзя заниматься. исторически сложилось. А это все осталось уже тем, что я, допустим, курасов сюда выставил, что открыть сюда? Ладошкой, тут сюда открыл, а здесь уже не столкнул. То есть тут я его подготовил, тут толкнул. Или раз толкнул, а мне уже на то не успевал. Я проворачиваю тогда здесь и готовлю влога к этому самому удару и связываюсь с наглами. Туда. Раз. Теперь я его чуть провернул, в сторону убрал. И сюда немного вставил. И потом вот. Здесь убрал. Отсюда. Где-то. Поэтому когда скрывать что-то говорят удары, они изначально отличаются от, может, от того, с чем вы приехали. надо раскрыть хоть можно больше понятие удара. Не то, что сейчас будем руками друг к другу и ногами упасть, а общий принцип касается либо, опять же, пол, либо полом по нашей голове, либо палкой, либо рукой. И встречая эти моменты, которые мы даем шаг в прыщах, встреча, опять встреча, это, в рамках, встреча, тут, два, щелчки, ну, выстреливание этих самых, что дают? Да, которые пальцами пробивают, пробивают, что? Ну, неплохо, это, как бы, имейте пользоваться, но есть вещи, которые, так вот, слизистая, вы встретили удар, неважно, такими другими способами, и, да, находитесь в опасной близости вон находится с вашими руками, и вы используете щелчок слизистой, слизистой не может, как бы вы не качались, как бы вы не закрывали, почему сейчас спецподразделения, которые, любые, они стараются использовать очки, наши не использовали раньше, а сейчас, вот, скажем, может, это лет 10 назад, они, сначала в воду вошли, они, как по моде, и ходят. Но, кто работал, и понты не ставит, понимает, я раньше долго упривался против очков, и сейчас уприваюсь, и немного не ездить за оружием, не ходить, голова болит, не можно, но понимают, что нужны, потому что, небольшая соринка, пылинка, вы все, выведены и строят, она вам, даже тот же волосок, если попадает, вы уже не можете, вы вот так, чтобы подпорежет, или немножко залетет, все, поэтому очки нужны в этих направлениях, а здесь, раз вы терминкой понимаете, то вы как раз слизисткой, вы добиваете, и там неважно, вы сильно туда палец заводите, или только чуть мазнете, или у вас здесь получается выбор, если сильно, это на грани сильного повреждения, либо бивания, либо засунули, и вот глаз и забрали, видите, да, его прогрели, хотя на самом деле, глаз достаточно, такой, да, сильный орган, у него, ну, когда вы там смотрите, он на мышцах, таких вухих, то есть он может выпасть, он может там сместиться, но очень тяжело, и легко повредить, в то же время тяжело, поэтому, если там вы говорите, а я учусь, у вас, может такого не будет, но знаете момент, если что-то хочешь добиться, то уже идешь основанно, какие-то там раз, и, да, это самое, можно, да, вон, я вытащил, отсюда, повернул руку, чтобы она уже была готова к этому, то есть здесь был удар, потом думаю, как же я его, я эту руку, допустим, убираю, и она, как раз уже здесь клинится, либо поворотом, либо поворот с приседом, а вот здесь уже вы своей массой тела, здесь уже клините, а с приседом усиливаете процесс давления, либо резким поворотом, где рука, как бы еще уходится, он, я его, и вот здесь как раз получается, что эта рука, вы свободны, вы либо, уберете, либо я его, тут, а потом, то, что рука внизу, была наказана, она сформировала, его поломет, а здесь, как раз локоть в руку, он не даст, вот, блюз. Локоть опускается вниз, и импульс переходит на ударную часть руки, и здесь, ну, отсюда, и перекладывание встречи, если есть волосы сюда, если есть глаза сюда, если нос удобно собраться, то же самое, и его оттуда, сейчас постараюсь, скажем, устоять, вот я, как бы боль бороться в своем случае, я говорю раз, не могу стремить, не могу, я ему, да, он соскочил, и все, даже если ему, там, нос спорвал, или там, он хорошо, говорит, а ну, все, вторая рука, или, как мы выводили из равновесия, пара сил, одна точка, вторая точка, то есть, я ее так же приподнимаю, и теперь ему, устоять тяжело, это, скажем, для работы в паре, чтобы не разбить, не повредить, я с рукой, либо наоборот, то есть, бьешь и помогаешь ему, еще, в зависимости от того, что ты уже, как бы цель присутствует, он опять, не управлял, вот оно, локоть, то, что мы говорили, который, нет, по боке, а на который сюда, входит рука, я вот, отсюда, я смотрю, либо пойду на этот, захват ему, и понятно, что захват ему особо ничего не даст, ну, только поглубиться на них, и все, так, я тогда, я смотрю, хоп, его провел отсюда, провел, где, ты, ты, где вы, стараетесь, почему, вот есть такая, такая, такая буза, все она, слышали, видели, может быть, не все, а слышали, она очень много, а нет, кидают рука, с одной стороны, как гимнастика, неплохо, если это просматривать, чтобы человек раскрепостился, но на сколько этого человека хватит, который, ну, как вот, юва, завели леву, и она, да, ну, там, и ножи поставить, или это самое, и все, батарейки сели, закончилась, там, один раз повернулась, а если там, какой-то пинька встретила, из дома, так и человек, он не долго, плюс мотор, он не выделен, это, скажем, как тупое сверло, вы его затупили, взяли тупым, и хотите просверлить, оно будет греться, как раз набежать, а работы не будет, а потом еще будет и свариться, приклеиться к металлу, поэтому считаю, не совсем оно удобным, для работы, потому что там же не работа, а там, польклёр где-то больше, и, ну, не обдуманно, но, тем не менее, как упражнение, можно взять, чтобы свобода рук, ног, дала возможность вам, почувствовать свое тело, не зажато, не зажато, он, допустим, взял, не откил, скажем, какой-то там, фу-ту-ту-там, но этот элемент, этот элемент, отсюда, вот, снял, вроде как и прямой, я его, на себя, на себя, ну, в сторону, отсюда, и вот, здесь, а, больной, вы его встретили, не надо опять запомнить, а просто есть разговор, и разные моменты, или, как скажем, запас знаний, или объем, пытаешься его выносить, но, не знаю, что нужно каждый, сейчас пойдете, и будет, как вам показать, что прямой уже так, это варианты, вариации, что так, 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 во всяком, можно, так, где он, да, отсюда, это, самое, он, где его хуже, здесь, здесь, по словам, с поворотом, выходит, еще раз, два раз, вы его, вниз, то есть, он прокатывает, этот, и этот, его скручиваете, не только с этой позиции, он его, отсюда, этот, здесь, вы его уже расклинили, сюда, там, иду, туда, то есть, его туда, сюда, потом вот так, и получается, что ему уже внутренняя работа, и здесь, как бы, нужно думать за него, когда вы будете его понимать, почему вы, да, такие штуки всякие, идете, я его, отсюда, Алексей Алексеевич показывал, там, всякие гости, что произошло, встреча, поворот, и уже рука бросится, сама туда, дойти до кадыка, то есть, вот, тюх, а здесь, у вас есть, после этого, еще, он же, будет стремиться, вот так пойти, и, ну, стремиться, еще не идет, но стремиться, и вы его можете как раз пропускать, где вы устраиваете под какие-то другие уже воздействия, до выше пояса нежелательно поднимать, но в процессе тренировки развивать себя можно, развивать себя можно, ну, а так, конечно, выше пояса, оно получается, когда становитесь на какие-то зыбкие поверхности, его сами, ноги, ни сяку, особо, не хотят подниматься, а так себя можно развивать, что, он ведет, допустим, кривые, кривые, от сюда, от сюда вставляет, они тяжело берутся, и хорошо работают, внутренняя сторона, но здесь работает, потом, шея работает, горло, работают, потому что у них неправильная, где есть держатель, где есть стяжка, ну, да, туда, она выходит, зачем идти к скривею, вот то, что касается, и теперь я взял товарища с палкой, не с рукой, а с палкой, потому что палка дает возможность, более воспринимать саму картинку, и модель, самого расклада, он ведет сверху вниз, я получаю, и стараюсь, где-то внутри расслабиться, расслабиться в том плане, чтобы убрать свою зажатку, я понимаю, что он меня не ударит, и допускаю то, чтобы удар отошел до конца, при этом воздействии, вы пропускаете не только палку, но и сам вектор, с начальной, до конечной фазы, откуда он начал идти, куда он пришел, и с какой стороны будет выходить, и ноги, выдох, вдох, вспоминаю, что у нас есть рамка, которую мы как-то остановились, в начальной фазе, присаживаемся, на выдохе, я руки здесь, и проворачиваюсь, шаг спод шагом, многое здесь, скажем, не то, что недочетов, а не рабочего, поэтому оно базовое, это сформировать, какие-то видения, и понимание, и когда мы делали, потихоньку, звездочку, как-то вкручиваем, что-то еще, лавочку, то есть я вот в этой рамке стою, я смотрю, при повороте, рука еще ничего не делает, она просто, вот, вписывается, тело, ноги, то же самое, друзья, приседе, приседе, шаг спод шагом, где, но, масса палки, она более легче, масса тела, намного тяжелее, и всю эту массу, переводить вперед-назад, очень проблематично, хотя, мы это можем делать, то есть, несоизмеримые ценности, несоизмеримые, и возвращаюсь уже, когда Алексей Алексеевич, через вас всех проходил, и какие-то углы, и мы ведь освобождение, где их создавали, тоже клин, клинья, он ведет, мы смотрим, руки, которые у нас были здесь, были здесь, мы их теперь начинаем, как-то, сводить вместе, образовывая, какой-то клин, фонд, я их отсюда ввожу, и встречаю, но встреча-то, пока встреча, дороги, а ноги у нас, что происходит, хоть мы и говорим, что, несоизмеримая масса, тела, предмета, или ударной части, какой-то, рук или ног, и мы начинаем двигаться, на каждый удар, мы, конечно, здесь никогда не будем, оперативность не является качеством, качество оперативности, то есть, мы не всегда будем в выигрыше, или в проигрыше, то есть, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то ошибку допустит, не сможет ее исключить, поэтому мы и сможет, положение стоя, если рассматривать, мы как бы ныряем, до какой-то части, предмет у нас доходит, мы проворачиваем, делаем шаг, подшаг сокращая дистанцию, он сделает это быстрее, этот не сделает уже шага, с подшагом, потому что скорость, самого предмета, чуть быстрее, если я его, я буду на меня, как, не силой, ну, надо это силой, на себя буду отвлекать сам удар, то есть, я под воздействием, мне будут тормозиться ноги, и вот здесь вы начинаете смотреть, как вот ту первоначальную форму, фазу, встречи, базовой стойки, пересмотреть, потому что многие говорят, что нужно уйти, если не атаки, и это правильно, многие не понимают, те, которые говорят, не понимают, что можно не уходить, то ли это будет палка, то ли это будет нож, или огнестрельное оружие, все от условий зависит, я не могу сказать это однозначно, просто можно делать и так, и вот так, и в сочетании, но для этого нужно, то, что Алексей Алексеевич, это все представляет, там вот этот фазу, много разговаривает, то есть угла, и вот эти все амплитуды, и спортсменов, и прикладников, это нужно понимать, и когда наше понимание входит, мы уже сможем, почему, не заметишь, как рука, как пресет, как сформировать центр масс, где вы ее отсюда, где на многих вы получали, раз точка получения, здесь, первая была тут, 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 получили, вроде бы все правильно делали, здесь нужны ноги, потому что будет хорошая база, то есть вы сможете работать, манипулировать руками, если правильно, если неправильно, как вот я, допустим, я ее отсюда, то это удар, мне нужно было ее держать вот здесь, чтобы перпендикуляр был, плоскости нанесения, тогда кость выдерживает нагрузку, не нужно напрягаться, а когда здесь образовался угол, если я пройду сейчас прямую здесь, то, нет, у меня угол образовался, то есть уже это пошло плечо, а тут она была вертикальная, и нагрузка была вертикальна, но за счет того, что здесь есть конус, конус дает при повороте углы, нагрузки нет, я могу ее снять, то есть не напрягать руки, а просто, как в воду вы ныряете, и только поворотом рук, вы можете регулировать направление движения своего тела, как только вы чуть-чуть больше дали поворот, у вас руки начинают выворачивать, при наличии скорости, если скорость, конечно, потеряли, там вы не справились, то же самое и здесь, плотность среды небольшая, но есть плоскость и предмет, который начинает двигаться, через точку встречи, вы начинаете чувствовать положение ног и корпуса, потому что если вы только здесь что-то сделали, остались на носочках, у вас базы нет, опоры нет, вы не двигаете, не подвержены влиянию, и плюс он бы пожестче бы вел, я такой, астропожестче, и меня, я не готов внизу, как у конуса, у него верхушка маленького диаметра, то есть, как я считаю, острый угол, а основание массивное, такое основание, если так вот представить, он ведет, я веду его основание, теперь, ну, он ведет конус, и вот этот конус, основание, как раз сюда будет выходить палка, за пределы ног, а многие, когда Алексей Алексеевич проходил, получали по заднице и по пяткам, потому что он встречает, изменяет положение тела, он, как в шутку, страус, спрятал голову, а хвост остался, такой вот, и вот, так это он убрал, а вот это и это все остается, а когда вы эти вещи понимаете, как бы я представил, встретил сюда, убрал руки, и у вас образовался конус, так и здесь, я его, отсюда, то есть вам за ногу, запутиться не надо, она ушла, так по направляющей, когда ракеты, новый год, не говорю на настоящий, на новый год, отпускаете, вы ставили трубу, направляющую задали, и она отпалетет, вот это ваше направляющие, которое вы пытаетесь, не пытаетесь, а смотрите, как ими управлять, и когда я его, вместе с ногами, не поворотно, если я не поверну, допустим, руку, я ее не поверну, где там, система не совсем удачно будет работать, логично для меня, поэтому рука, которую я дали, Алексеевич, я ее, хоп, от себя, дело поверло, для того, чтобы не предмет дальше продолжить двигаться, и мне было удобно ногам перемещаться, или не перемещаться, он, он, я его отсюда, ах, где она выходит, где удары, ну, здесь я уже не хочу дальше распыляться, а форма встреч, потому что ни у кого она не работает, хм, пресет, перемещение, или отход, или подход, или еще какие другие, или, опять же, он так же ведет, а мне нужно и встретить, и использовать для отбора, может быть, отборы тоже могут быть разные, как таким способом, так я его отсюда, раз, под коленку отсюда, мы очень сильно делаем, лево, тут, здесь она уже, она здесь вышла, и вы здесь, чувство осей, баланса, он, как на внутреннюю, так и на наружную, что-то вы, и сюда, и сюда, то есть они, две стороны, одной рукой вы можете работать, как левой, так и правой, я ее сюда, и это сюда, то есть он не менял руки, я на эту, и на эту, и на эту, и на эту сторону, то есть вы тоже самое, я ведет, то есть вы обеими руками, и обеими руками, есть несколько сторон, а положение тела, я даю возможность, где-то чуть сдвинуться, как, ну, сверху так же ведет, он ведет, я отошел, он не попал, так, явно не попал, он ведет, я чуть-чуть отошел на миллиметр, он тоже не попал, то есть, если миллиметр, или полмиллиметра, он все равно не попал, поэтому, нельзя там бегать на большие расстояния, или отбрасок на большие расстояния, или даже по волоскам, это уже защита не попал, то есть, не, как бы, психологически себя настроить, и когда я его, то есть, то есть, он берет, а чем, скажем, ближе дистанция, и он, где-то я его, дальше, и он не готов пере, как скажем, перестроиться, переработать ситуацию, и скоординироваться, сделать поправки, опять, он начинает, как бы, лопнуть, он вязнет в этом, наверное, а почему многие спортсмены пытаются на дистанцию, чтобы было, во-первых, не поспустить, переработать, где-то он в силе в ногах, где-то в руках, скорость и все остальное, а мы никогда не будем в лучших формах, и на кто уже, там, за 25, за 30, как-то, уже возраст спорта ушел, скорости, силы и всего остального, поэтому мы их смотрим, на чем эти вещи, если я его сюда, ха, и здесь вы уже можете играть, мы рассматриваем не ли, не улицу, которая, давай, как людям, пойдем подеремся, как ноги, а вот, давай так, не надо, надо учить, смотреть, или вы пробовали, где мы его взяли, где я могу выбрать отсюда, он, то есть вы его уже берете, так вот пол, не касайтесь пола, не останавливайте пол, это палка, чем вы будете свободнее входить в пол, в лестницу, ха, ху, ху, кувырки, палка, то есть вам не надо ее останавливать, вы ее не будете там где-то, амортизируйте, так вот, равнозначно, что вы останавливаете пол, и вот сейчас, вы у вас с речи палка, если я ее раз, я буду притормазывать, амортизирую, а это встреча, вот это может быть, еще и ускорение будете давать, возможно, он ведет, я ее отсюда, хи, и ее, губеру, каким-то поворотом, каким-то еще, еще, он, допустим, ведет, я ее, хи, и ее отсюда, и здесь вы как раз уже входите, но это я сейчас уже опять откликся, то есть наша задача, удар сверху, мы встречаем, шаг спод шагом, обязательно шаг спод шагом, не стоять на месте, потому что зачастую, когда переходим на, выстраивание понятия удара, люди стоят на месте, получают или не получают, приседают, там еще какие-то делают, я утрирую, немножко высмеиваю где-то, чтобы, то есть нужен стержень, нужен стержень, если стержня не будет, внутреннего, у вас не будет работы, не надо там как-то, он уже пошел предмет, то есть ему дать направление, под тупым углом будет удар, под острым углом будет, под тупым будет удар, это равняется и встрече, и ответа, если вы попадете на угол, будет рикошель, я ему, допустим, раз, а сам его бью, рикошель, то есть то же самое, что я встретил, что я промазал, однозначно, поэтому нужно где-то выбирать, и в точку попадая, этого самого, тоже, я его, ха, беру там, где можно уже, в принципе, я его, как туда смотрю, я его, отсюда выбрал, я его, здесь, а там, отсюда, как отсюда, он не выходит, то есть вы его можете всыплять, и тем, и другим концом, и отсюда, и отсюда, это возможные интерпретации руками, ногами, и всем остальным, не знаю, что его нужно так всего покрыть, дает возможность вам манипулировать руками, и я его, и у вас как это, так это, так я его, сюда, и где-то здесь, то есть оно все проходит, а если будет его жестко держать, естественно, вы либо не удержите его, вы его не удержите, а он вас обыграет, я уже, я его схватил, на нижней части, то есть мы встретили и сделали шаг в шаг, пока забирать, выпивать ничего не надо, вопросы имеются? Есть? Есть. Давай, передаю. Вам сейчас поздравили в отношении того, что у вас нужна движение, нужна скорость, но скорость будет тогда, когда вы научитесь смесить. Сейчас вы видите в каком положении колесо, в горизонтальном, но видите, я придам скорость, оно погибнет, то есть почему на мотоцикле делают большие кульпиты на высоте, так странным, то есть у него колесо до отказа это гироскопический эффект. Как принял положение, мотоцикл будет держаться за счет той скорости, которую создает обороты сам двигатель мотоцикла. Понятно? Вы взяли дрейф, или еще какой-то другой мотор, который запустили, вы и в руках можете удержать этот инструмент. крюча, крюча его, или с собой, или с ним. Нет. Он вас заставляет вернуться в какое-то первоначальное положение. Так вот, вам крайне необходима та скорость, которую вы преподавали. Или вы создадите, вы с противником, или вы сами создаете этот гироскопический эффект. А по уменьшению скорости будет процесировать в оси сам вот этот предмет, который вы держите в руках, или вы им будете являться. Закон физики позволяет это посмотреть с стороны, а вы его можете использовать. Как принцип Доломберала, Гранжа, есть там описано, и вы можете, и Ньютон описан, все правила, которые и выложены в примерах. И когда вы Закон Жуковского на скамье, его тоже видите, то, что вы делали, значит, вот эти вот моменты вы должны и обязаны уловить, их использовать. И описаны они все. И когда вы делали куверкнулся, и сразу становишься нельзя. Вам сказали присядь, погаси, выбрось руки. Мы говорили вам о каких-то предметах длинных, потом, где у них будет пояс проходить, где такое вращение, и насколько оно, и каким образом описывать какую-то фигуру, которую вы должны увидеть, и почувствовать. И вот моменты, которые вам дают возможность почувствовать их самой, с вашей работе уже, мы говорим, биомеханики, почувствуйте, что нас окружает. Когда вот это вы почувствуете, вы сможете тогда решить вот ту задачу, которую мы говорим, снизить травматизм. Коэффициент травматизма сними. То есть то, что вы хотите в виде той награды, как мы называем, жизнь, не какой-то диплом, не какую-то железку на грудь, или там еще в виде какого-то денежного заграждения, а жизнь. Так для того, чтобы ее поднять, надо вот то, что у вас окружает, поднимать. И вот тут как раз все это расписано, вам так стало. Субтитры создавал DimaTorzok